Я сегодня просто расскажу о Юрии Николаевиче Рейхе, о воспоминаниях моего отца Шактарын Тира. Очень посчастливилось. В 1957 году мой отец приехал в Москву, в институт востоковедения, для защиты его кандидантской работы. И ему очень посчастливилось, он там встретился с Юрием Николаевичем Рейхеем. Юрий Николаевич Рейхеем приехал в Москву за два месяца, как он приехал, и в институт востоковедения в то время направили его. Он искал учителя, а Юрий Николаевич набирал учителей, учеников. И самое главное, Юрий Николаевич, встретились они на Ленинском проспекте, в кабинете он подошел, и отец всегда, он очень любит говорить о его первом моменте, о его встрече. Открывает такой элегантный мужчина, и встретив его не на русском, отец так как он хорошо говорил по-русски, так как он заканчивал эндемол. И Юрий Николаевич его встретил, начал встретить его на могульском языке. Конечно, для отца это был огромный, огромная удача, встретить такого учителя. И они вот там с Юрием Николаевичем, конечно, какую научную работу говорит. Они, кроме монголоведения, они занимались тибетологией и гудики. И самое интересное, прямо с следующего дня у них начались индивидуальные групповые занятия. И занятия именно происходили на Ленинском проспекте, и отец всегда был очень впечатлен. Квартиры Юрия Николаевича наполнены книгами, тибетскими, монгольскими, ксилографами, рукописями, картинами отца. Ну, отец, даже Юрий Николаевич шутил. Они очень серьезно, почти каждый день они встречались, они занимались. И Юрий Николаевич всегда шутил, где тот чудак, который не любит каникулы. И этим был мой отец, и он всегда говорил, что когда они приходили, он находил такие книги, и тибетские, и рукописи, которые даже и в то время в Ленинском библиотеке не было. У них вот так. Юрий Николаевич, он владел прекрасным монгольским языком. Вы прямо прямо на его презентации услышите его голос, как он на монгольском говорил. Но он как великий, он всегда был очень скромный, и он всегда как бы практиковался с отцом на современном монгольском. У него был уникальный старом монгольский. И всегда Юрий Николаевич, вот, звал Чингисхана, Крамитей, и он очень любил. На этой картине в 1958 году, когда второй раз после экспедиции Юрий Николаевич приехал в Монголию для организации первого конгресса монголоведа по приглашению монгольского государства. И Юрий Николаевич был один из советников государства, вот, кого пригласить. Все это шло с помощью совета Юрия Николаевича. Еще Юрий Николаевич очень любил конную езду. Ну, он приезжал, ну, тогда я еще не родилась, он приезжал к нам там на дачу. Родители там в юрте жили на даче. И он там катался на лошади, кушал, и он обожал вот монгольскую еду, лошади. И это... И во время пребывания Юрия Николаевича он очень хотел отыскать ритм джампун, который Николай Константинович написал в нашем музее. И он подарил монгольскому государству цирэндоржу. И отец и сын очень интересовали Шамбала. Нет сомнений, Николай Константинович восстал в своей картине владыка Шамбала и ритм джампун под непосредственное впечатление от всего, что он услышал и увидел, посетительно, Шамбала и самой монголии. Как свидетельствует современник и художник, Николай Константинович обнаружил, что вера в наступление новой эры Шамбалы была тогда необычайно сильна в Монголии. На улицах столицы он встречал отряды кавалеристов, которые пели песню о Шамбале. И песня называла «Война северной Шамбалы». И он был очень впечатлен. Вот каждая семья, каждый монгол в то время пела вот эту песню. Это было как раз после 21-го года, после революции, после монгольской революции. А песню мы, это русский перевод в сокращенном виде, ну, ребята, мы в конце все вместе споем. Вот это полная версия песни. А в следующем году, в августе 1959 года, Юрий Николаевич снова приехал в Монголию, составит советскую делегацию на первый конгресс монголовей. Юрий Николаевич подготовил доклад на тему «Монгольские зависитования в тибетском языке». Вы сегодня после моей предстанции услышите фрагмент этого доклада на монгольском языке, но у меня есть русская версия. И вот после окончания конгресса он, конечно, написал, который вы подробно знаете об этом отчете. И мой отец, так ему посчастливилось, что он с Юрием Николаевичем, они были у истоков создания монголоведения. А после этого он последние 25 лет, до 2012 года он был непосредственно проводителем конгресса монголоведения. Юрий Николаевич после конгресса, он планировал приехать в 1960 году в Монголию. И Юрий Николаевич говорил отцу, чтобы он подготовил для него специально коня, но этому было не суждено. Он покинул нас в СМИ, и тема моего отца, кандидатской работы «Опыт исторического и исследовательства» Сергея Дектера, это про основу нового видения буддизма. И он ушел, он в полном расцвете. Но, конечно, самое главное, что я вот эти три дня... У него было очень много планов. И мы сейчас, вот эта часть его планов, я этому очень рада. И в заключение, конечно, для Монголии члены семьи Рейхио все вместе и каждый в отдельности строили духовные мосты между нашими странами. Поистине великий их вклад в изучение и популяризацию Монголии еще в те времена, когда она была почти забытая и запрошена крайной мировой историей. Николай Константинович сравнивал Монголию с неотпитой чашей и призывал к бережному и доброжелательному отношению и добрым действиям, и доброму мышлению, и уважению к тем построениям, которые могут возникнуть. Как вы знаете, из чудесных камней прошлого мы сложим ступени грядущего. В общем, это все. Спасибо за внимание. А теперь вот к этому мы послушаем фрагменты Юрия Николаевича. Анжела, найдите Машу. 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 Сейчас. Машу. Машу. Вот это. Волус Юрия Николаевича. Ну да, вот. Фрагменты, который. И сейчас вы... Фрагменты 101. Во-первых, это монгольские заимствования в тибетском языке. Продолжение следует... 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 Спасибо.